О реализации национального проекта здравоохранения на Кубани мы говорим сегодня с заместителем начальника управления Организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Краснодарского края Юрием Сарычем Юрий Александрович, здравствуйте Здравствуйте Итак, у нас на территории края реализуется несколько региональных проектов в рамках нацпроекта здравоохранения Давайте подробнее поговорим о том проекте, который касается оказания первичной медико-санитарной помощи Не столкнулись ли вы с кадровым дефицитом, когда начали всю эту систему? Кадровый дефицит, естественно, мы прекрасно понимаем о том, что он есть как и по всей Российской Федерации, так и в Краснодарском крае Но мы пытаемся использовать уже на протяжении 10 лет, пытаемся использовать любые целевые программы для привлечения кадров на работу в Краснодарский край И в том числе на селе Так называемый, наверное, все слышали и знаете о том, что есть такая так называемая программа «Земский доктор» Позапрошлого года начался реализовываться «Земский фельдшер» Основной был критерием с 2012 по 2018 год было ограничение по возрасту До 30 лет, по-моему С 2018-2019 год подняли до 50, с этого года сняли все ограничения По этой программе с 2012 года мы привлекли свыше 3,5 тысяч человек А если учесть, что более 30% это врачи из других регионов, то это показатель того, что мы как бы пополнились медицинскими кадрами А чем привлекательнее оказался Краснодарский край для них? Ну, во-первых, не будем скрывать, что у нас зона комфортного проживания В зависимости от количества солнечных дней Во-вторых, эта программа предусматривает под собой получение финансирования в объеме миллиона рублей И сейчас еще 500 тысяч для фельдшера И с 2020 года вводится новая система оплаты Предусматривающая под собой увеличение этого объема финансирования Если медицинский работник оказывает медицинскую помощь в удаленных населенных пунктах Нетруднодоступных До 750 и до полутора миллиона Помимо этого, достаточно серьезно развивали систему мер социальной поддержки На законодательстве, законом Краснодарского края определены такая мера социальной поддержки Как выделение земельных участков под строительство Земельные участки в аренду или? Нет, собственно Собственно? Помимо этого, это предоставление первоочередной очереди мест в детском саду Потому что это тоже немаловажно Особенно было, это ярко проявлялось лет пять буквально назад Что в детский садик попасть достаточно тяжело Помимо этого, это компенсационные выплаты за оплату ЖКХ и Света Потому что это тоже немаловажную роль играет Особенно если ты живешь на селе, к примеру, и компенсацию каких-то там дров и отопительный сезон И немаловажную роль играет еще и то, что некоторые Ну, правда, я не могу сказать, что это во всех Но это, допустим, в Василковском районе, к примеру Первое, что сейчас вспомнил, это то, что предоставление служебного жилья Хорошие поспорья, да Хотим мы того или нет Но на самом деле, ведь что нужно человеку, любому, не только медицинскому работнику Если я еду в незнакомая местность И я понимаю, что у меня будут какие-то трудности И чем быстрее я их преодолею с меньшими потерями Тем проще мне будет адаптироваться и работать достойно И если мы создаем условия для того, чтобы у человека приехал И ему выдали какое-то служебное, предоставили служебное жилье И предоставили достойную зарплату И устроили в детский садик ребенка А супругу предоставили возможность трудоустроиться Таким образом, вероятность того, что он останется и продолжит здесь свою трудовую деятельность Достаточно высока А это наша цель? А это, в конечном счете, наша цель Помимо этого, существуют различные целевые программы По заключению договоров со студентами нашего медицинского университета Медицинским колледжем Когда между медицинской организацией и студентом заключается договор Ему предоставляются меры социальной поддержки А он обязуется отработать определенное время в данной медицинской организации После окончания Определенное время это сколько? Лет пять? В зависимости от контракта Но обычно на пять лет Следующее направление является целевое обучение Это за счет краевого бюджета Места выделяются в медицинском университете На которые люди поступают И потом они отрабатывают в медицинской организации населения То есть уже целенаправленно готовятся кадры именно под это место? Да И мы программу «Земский доктор» и «Земский фельдшер» намерены тоже продолжать Потому что на этот год мы поставили себе план привлечения порядка 400 медицинских работников Это «Земских докторов» или «Земский фельдшер»? Это «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в общем Понимаете, тут смысл в том, что нам основная проблема заключается в том Что с одной стороны, да, хочется сделать какой-то баланс приоритетов Но, к сожалению, оно так не получается Нужно идти всегда, чтобы это равномерно поступательно развивалось И таким образом, если мы рассматриваем именно количество медицинских работников именно на селе То по показателю врачей-педиатров более 80% укомплектов у нас Врачей-терапевтов участковых Но, опять же, кто-то, может быть, мне возразит и скажет, что А у нас здесь нет врача Я сейчас говорю в масштабах Краснодарского края 68% врачей-терапевтов участковых То есть достаточно высокий уровень укомплектованности Естественно, мы понимаем, что пути развития есть Они направлены на достижение конечного результата Именно то, чтобы медицинская помощь была доступна и качественна Мы пытаемся развивать эти системы Немаловажную роль отводится в проекте еще также на развитие страховой медицины Представителей наших Проведение информирования граждан о возможности проведения профилактического медицинского осмотра Решение каких-то споров между медицинской организацией и пациентом С помощью страховых медицинских представителей Это тоже проектом предусматривается То есть будут специалисты, которые, грубо говоря, окажутся посредниками Между пациентом и клиникой У нас, если обращали внимание в медицинской организации Ну, именно в поликлиниках У нас либо висит телефон Либо существует место, где представитель страховой компании Он всегда там присутствует Ну, не всегда, но, во всяком случае, ежедневно практически он там присутствует То есть человек при каких-то возникновениях затруднительной ситуации Он всегда может обратиться И вопрос будет решен А в каких случаях можно, скажем так, пожаловаться на клинику? На любые вопросы касаемые оказания медицинской помощи То есть, к примеру, нарушение сроков оказания медицинской помощи Сроки ожидания Законодательством Российской Федерации Законодательством Краснодарского края Определены определенные критерии и категории Которые медицинские организации должны работать в рамках этих категорий То есть, если у нас написано в рамках территориальной программы Государственной гарантии оказания медицинской помощи Что время приема врача-терапевта Он должен воспринять в течение 24 часов И если дается определенное время на проведение В плановой форме, я говорю Я не говорю о каких-то экстренных неотложных состояний К примеру, вы пришли и вам надо сделать фиброгастрододоноскопию К примеру, ФГДС А вам он записывает вас через два месяца Часто такое бывает Ну, к сожалению Ведь, понимаете, Министерство здравоохранения Оно не может знать все, что творится на местах И обратная связь, к сожалению Либо ты должен присутствовать постоянно В этой медицинской организации Либо эту информацию ты можешь получать Из обращений граждан Хотим или нет Это нормальная, хорошая, такая обратная связь Которая показывает истинную картину Что у нас происходит в медицинских организациях То есть теперь этой обратной связью работают вот эти посредники Да, это дополнительно Дополнительно, да Потому что граждане, они пишут обращения и обращаются и к нам Потому что у нас существуют и телефоны Горячие линии Министерства здравоохранения И в каждой медицинской организации созданы свои телефоны Горячие линии На которые каждый пациент имеет право обратиться Где ему дадут исчерпывающую информацию Либо сразу Либо это разговор Его проблемный вопрос передается специалисту Который будет в дальнейшем это решать, эту проблему А приезд скорой помощи может являться спорным вопросом С которым тоже можно обратиться Безусловно Да, по любому вопросу можно обратиться Имеется в виду, что касается оказания медицинской помощи Если скорая помощь, условно говоря, не приезжает в течение двух часов Вопрос, понимаете, здесь основная проблема заключается в чем Категория 2 часа определено приказом Министерства здравоохранения Для оказания неотложной медицинской помощи А, то есть это норма? Да, 2 часа В течение двух часов должно оказано быть Больше двух часов это уже перебор Скорая медицинская помощь, да Но для скорой помощи оказания этого категория 2 часа не существует Его нет Люди просто привыкли к тому, что это 2 часа И на этом как бы останавливается Скорая помощь, существует норма Соответственно, на ДТП должно быть до время доезда до 20 минут Ну, на ДТП понятно, там спешат, а если из дома вызываешь? Естественно, здесь вопрос идет основной Это мы стремимся к тому, чтобы у нас количество автомобилей И количество медицинских работников строго соответствовало документам Которые регламентируют оказание скорой медицинской помощи Ну, там же тоже у них свои приоритеты В первую очередь сердечники, роды, дети Здесь для этого существует диспетчерская служба, которая должна по категории сложности их ранжировать Потому что возникает еще, к сожалению, у нас, допустим, сейчас Вот до конца этого года мы создадим единую диспетчерскую по всему Краснодарскому краю А сейчас, к сожалению, у нас возникает иногда трудности В каком плане? В плане того, что каждая бригада сейчас у нас оснащена планшетами Каждая бригада, которая на выезд, она подключена к системе ГЛОНАСС Единственное, что у нас пока, вот мы сейчас это прорабатываем, и это будет внедрено Это будет создана единая диспетчерская, которая позволяет нам отслеживать Каждый автомобиль, каждую бригаду скорой медицинской помощи И направлять ее в оперативные порядки, не привязываясь к территориально, к муниципальному образованию То есть не будет уже вот этих мелких отделов, да? Да Все они объединятся в одно Да, и то есть мы таким образом, к примеру, раньше у каждого был свой диспетчер И он регулировал только свои автомобили У свой район, да Да Но он не видел, что рядом, допустим, рядом находится бригада из соседнего района Которому время доезда Которому мог бы заменить, да? Да, доехать, которому там буквально 10 минут То есть это, естественно, нам облегчит работу Облегчит и ускорит, безусловно Конечно Мы прекрасно понимаем о том, что эта ситуация, она периодически у нас возникает А особенно это касается наших крупных городов и Черноморско-Приазовское побережье С резким увеличением количества отдыхающих, естественно, увеличивается резкая нагрузка на бригады скорой медицинской помощи Учитывая эти обстоятельства, естественно, мы ежегодно на летний оздоровительный период мы пытаемся увеличить количество бригад скорой медицинской помощи За счет, первое, это прикомандирование наших специалистов и привлечения специалистов из других регионов На этот период А если говорить о стандартном периоде, не летний, да, когда ажиотаж То есть, возможно, получится так, вы же мониторили эту ситуацию, что проблема не в нехватке бригад, да, а проблема все-таки в координации Нет, здесь нельзя рассматривать, что эта позиция только одна Влияет как раз на такие вот все мероприятия, влияет несколько вещей, которые они в совокупности приводят, допустим, к таким вещам, как Диспетчер, к примеру, вызов сделал его, к примеру, второй категории Но в этот же момент поступает из соседнего дома, к примеру, к ребенку до года Приоритет для диспетчера Машина уже поехала Но приоритет здесь будет, к примеру, у гражданина, там, условно 60 лет Страдающего уже на протяжении 30 лет повышенным артериальным давлением И который принимает гипотензивный препарат Либо ребенок с высокой температурой Непонятного из-за чего Какой приоритет ребенок? Ну, безусловно Ну, хотим мы этого или нет, оно так и есть Но ведь они могут обслужить фактически двух пациентов Двоих? А каким образом? Если в одном доме? Нет, мы не говорим о том, что они в одном подъезде, на одном этаже Ну да, это случайности, конечно Да Просто я условно сказал о том, что, мол, это в одном микро-районе Естественно, диспетчер берет срочность вызовов Приоритет Я знаю, что вы ввели еще такую услугу в скорой помощи Как консультация по телефону Ну, понимаете Ну, то есть пока ты ждешь, допустим, врача Ты можешь, он может тебя проконсультировать Или на раннем этапе проконсультировать И, возможно, выяснится, что и не нужно выезжать, да, к этому человеку Ну, вы понимаете, здесь всегда есть возможности Да, мы пользуемся любыми способами, любыми возможностями Но всегда безочные консультации Потому что человек на другом стороне провода Ты его не видишь Ты не знаешь, не воспринимаешь Ты не понимаешь, что, может быть, он неадекватно воспринимает свое самочувствие И просто по общим каким-то Без проведения определенных манипуляций и действий Точно сказать о том, что у человека Отмести некоторое жизнеугрожающее состояние Их невозможно А если ты с ним беседуешь В процессе твоей беседы выясняется Что он измерил давление, к примеру, у него на 150 А ты в ходе беседы понимаешь о том, что он уже на протяжении 10 лет У него это давление Он таблетки не принимает, к примеру И никак не обследуется То здесь понимаешь о том, что это, грубо говоря И на фоне какой-то нервозной ситуации У него она повысилась То, естественно, понимаешь, что здесь гнать сиреной И буквально для того, чтобы оказать ему медицинскую помощь Это не экстренная медицинская помощь Вот я о чем и говорю Насколько они помогают, эти консультации Ведь помогают? Ну, безусловно Но здесь, опять же, здесь картина Здесь всегда надо иметь настороженность В плане того, что на той стороне Тебе адекватно расскажут свои симптомы И ты по ним сможешь адекватно сориентироваться Это всегда вот этот тонкий момент Который всегда он вызывал трудности Итак, возвращаясь к нашим посредникам и страховых компаний Уже заработала эта система Уже заработала эта система? Да Уже есть обращения? Они у нас работают уже на протяжении нескольких лет Эта система И она Единственное, что сейчас Она активно внедряется И она будет позволять нам Грубо говоря, эта система Предназначена в помощь Как пациенту, так и медицинскому работнику Потому что Иногда возникают Те вопросы В том числе Не только Какие-то банальные вопросы По Обращению граждан И там какие-то нестыковки Но еще и решение Каких-то таких вопросов Которые в досудебном порядке Без применения Каких-то там других таких вещей Какие же вопросы могут дойти до суда? Ну, к сожалению Мы же прекрасно понимаем Что везде работают люди Что с одной страны Что с другой страны И эти люди Они Могут совершать какие-то определенные действия Которые другому человеку могут не понравиться А с учетом того Что Не будем забывать о том Что у нас сейчас Все построено На том Что Могут даже появиться такие люди Которые будут специально постараться Провоцировать На Неправильное поведение Не исключено Чтобы получить какие-то В будущем материальные выгоды Так называемые ждевенщины Это нормально И мы должны к этому быть готовы Ну что ж Спасибо вам большое за беседу Всего доброго До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!